В имя Отца и Света, если так и так, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с воскресным днём, с памятью святителя Иоанна Златоустого, одного из великих учителей церкви, одного из вселенских учителей. Мы знаем с вами, также церковь прославляет обычно всех трёх святителей, Василия Великого, Григория, подословно, Иоанна Златоустого. И вот сегодня отдельно мы прославляем Иоанна Златоустого. В неделю, последнюю, наверное, последнюю воскресную неделю, перед началом рождественского поста, мы слышим с вами евангельское чтение, отрывок от Луки, евангелиста Луки, в котором подходит некий законник и говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь отвечает ему, что ты читаешь в законе, что сказано в законе? Когда человек этот отвечает, Господи, в законе сказано, возлюбишься Господу Бога твоего всем твоим существом, сердцем, душою, всем помышлением твоим. И вторая заповедь подобная, возлюбишься ближнего твоего, как самого себя. На что отвечает Господь, иди и следуй этим заповедем, и спасен будешь. И вот вспоминая сегодня также житие Яна Златоустого, мы помним, что святитель получил хорошее образование. Действительно, это была перемена двух культур. Эллинская культура уходила, появлялась христианская культура. И действительно, получив самые лучшие, наверное, из эллинской культуры, Ян Златоуст связал это с христианскими добродетелями. Да, получив хорошее образование, мама хотела, чтобы он был светской, светской работой занимался. И он, по послушанию матери, начал быть адвокатом, юристом, но столкнулся с проблемами, которые никак не могли связаться с его внутренним миром, с теми пороками, лицемерием, злобой, ненавистью людской. И когда это все он увидел, то оставляет профессию адвоката, затворяется в монастырь Антиохии, проводит там два года в молитве, в пости, изучает священное писание, чтобы выйти оттуда, помочь людям, помочь людям обрести ту независимость от тех пороков, от тех страстей, от того зла, которое вокруг происходило. И вот Ян Златоуст по прошествии определенного времени выходит, становится, мы знаем с вами, диаконом, позже священником. И несет вот это весть, благовестие, благовестие христианского учения народу. Не случайно мы читаем в тропаре «Уст твоих, я хочу, светлость огня бы, сиявши благодать всему миру. Не сребролюбие слезка, высоту смиренно мудрый нам показа». Действительно, когда он стал патриархом Константином Кокольским, он нажил у себя очень много врагов, и в лице императрицы Евдоксии, которая его сослала потом в силку, где он мученически претерпевает свою кончину. Конечно, как говорил Господь своим ученикам и многим, что будете гонимы во имя Мои, будете сколки иметь, но пройдя до конца, будете иметь жизнь вечную со Мною. Кто верен Богу, кто, несмотря на все испытания жизненные, остается ему верен. И Господь, те, кто постоянен, те, кто действительно идет за пистом, Господь дает особую благодать. И мы знаем, как церковь и имени всяком от отцеприи торжественно прославляет Иоанна Златоустого. Мы каждую литургию вспоминаем его в своих молитвах, потому как действительно был великим уходником. Смиренно мудрее показал. Конечно, отмечал многих, и пороки многих людей, и в том числе и императрицу, и всех людей, которые вели себя, может быть, недостойно, но также никогда не говорил о том, что каждому человеку есть надежда на спасение. Всегда он внушал надежду людям, которые приходили к нему, когда он проповедовал. Он говорит, какими бы ни были грешниками, никогда не надо унывать. Даже если ты совершаешь всю жизнь и имеешь покаяние, Господь дает тебе вот ту возможность очиститься и прийти к покаянию. Поэтому сегодня, прославляя Иоанна Златоуста, вспоминая сегодняшнее евангельское чтение, да, Господь говорит не только верой, но и делами своими. И кто мне есть ближний? Помните, законник продолжает, а кто мне есть ближний? Он надеется на то, что Господь скажет, ну, ближний ты, конечно, кто тебя окружает, твои мама, папа, родные, близкие. Нет, Господь приводит ему притчу, как некий самарянин попал в разбойники, которого избили, и священник прошел, и левит прошел, которые шли, кстати, из храма, из Иерусалима шли берегом, которые, казалось бы, получили благодать в храме, которые, может быть, и молились в этот день в храме, но проходят мимо, не обращая внимания на того человека, который был вот разбойниками избит и лежал при дороге. И самарянин, казалось бы, человек, который далек от веры, может быть, иудейской, совершенно другой веры, но приходит к нему на помощь, возливает вилей, масло ему на раны и отдает ему гостинику, чтобы тот позаботился о нем, денег дает. И вот Господь спрашивает, кто же теперь, ты думаешь, есть ближний его? И вот человек этот отвечает, да, тот, кто дал ему милостыню и тот, кто оказал ему помощь. Поэтому и Иоанн Златоуц, тоже воплотивший эту жизнь свою, тоже и творил милосердные дела. И мы знаем очень много людей, которые действительно живут ради своих ближних, людей, которые нас окружают, которым помогаешь, которым, как говорил Господь во втором страшном пришествии, да, они спрашивают, как мы простились, как часто выходили в храм, но он первое, что спрашивает. Был я в темнице, и ты посетил меня? Был я в боли, и ты оказал мне помощь? Был я в голоде, и ты накормил меня? Вот об этом, конечно, надо нам помнить, вступая тоже в поприще рождественского поста. Дай Бог нам достойно пройти это время. Поста, действительно, как говорит Господь, рог всей изгоняется постовую молитву. И он показывает нам своим примером, как он сам молился и постился. Также и святитель Иоанн Златоуст, который действительно был и великим аспетом, и молитвенником, и проповедником, и толкователем священного писания. Храни вас всех, Господь, всех вас еще раз. С праздником! И вспомним последние слова Иоанна Златоуста, который прошел эту жизнь. Он сказал, слава Богу за все. Действительно, мы должны благодарить за все благодеяния Божьи, которые на нас оказывает нам Господь. Благодарить и наших молитвах, и утренних правилах, и вечерних. Слава Богу за все. То, что ты мне даешь, Господи, жизнь, то, что ты дал мне возможность появиться на свет. Как мы знаем, и святитель Филарет Московский, отвечая Пушкину, помните слова, да? Когда Пушкин попал в такое, может быть, депрессивное состояние, плохое состояние, да? Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана, да? А Филарет отвечает, не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана. И то, что мы возводим из глубины души, то злом человек сам возводит, потому как Господь не есть зло, Господь есть доброта. Храни вас всех, Господь, с праздником!